Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Павел Брюсенев. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. К вам едет ревизор. Активисты народного контроля проверили лагерь Уральские зори. Красный Металлург. Ученый-селекционер вывел новый сорт томата под названием Стан 5000. Благодарность пациентов превыше всего. Главный кардиолог города Ирина Вавилова стала лауреатом губернаторской премии. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Летом в период школьных каникул большинство детей предоставлены сами себе. Без присмотра взрослых существенно возрастает количество происшествий с участием несовершеннолетних. Чтобы напомнить ребятам об элементарных правилах безопасности, на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялся конкурс «Безопасное лето». Его участниками стали более 200 подростков, которые посещают лагеря дневного пребывания. В ходе соревнований ребята демонстрировали знания основ безопасного поведения в экстремальной ситуации и обычной жизни. Любые дела выполняем, отмена, нас новые подвиги в лагере ждут. «Безопасное лето» – это совместный проект управления образованием и гражданской защиты населения администрации города. И хотя он реализуется уже третий год, вписали в него конкурсную составляющую и решили недавно. К этой инициативе активно подключились Дворцы творчества детей и молодежи, сотрудники ГАИ и МЧС. Ребята сумеют получить навыки поведения, безопасного поведения на дороге, во время критической ситуации, при пожароопасной ситуации, при переходе, допустим, в походах. То есть все, что нужно ребенку для безопасного отдыха, мы постарались сегодня воплотить здесь. 12 команд по одной из каждого лагеря дневного пребывания детей поочередно проходили 8 этапов. Ребята на скорость надевали пожарные костюмы, показывали, как переправляться через болото, прыгали в длину и даже оказывали первую помощь пострадавшему при задымлении. «Бедуй, Максим!» «Ну, одеваем, одеваем, одеваем. Помогайте, ребят, помогайте. Помогайте надевать. Я придерживаю». Безопасность превыше всего не только в чрезвычайных ситуациях. Человек находится в зоне риска ежедневно, особенно на улице и особенно ребенок. Поэтому без знаний правил дорожного движения не обойтись. «Как сотрудники полиции мы проводим этап квест «Безопасный мир», на котором детям необходимо продемонстрировать знания, как необходимо вести себя, являясь участниками дорожного движения в качестве велосипедистов, а также пешеходов и пассажиров транспортных средств». Теме профилактики дорожно-транспортного травматизма был посвященный конкурс рисунков на асфальте «Лето. Безопасность. Мы». «Светофор, пешеходный переход и ребенка, который показывает палец вверх». «Мы каждый день утром проговариваем правила, как нужно себя вести на пешеходных переходах и на дороге». После завершения конкурса каждый из ребят получил грамоту за участие. Однако главная ценность, по мнению организаторов, это в очередной раз закрепить знания и навыки, ведь повторения лишним не бывает. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. Необычный подарок ко дню Металлурга сделал магнитогорцам ученый-селекционер, директор столичной семеноводческой компании «СЭМК» Юрий Алексеев. Он вывел сорт томата и назвал его в честь толстолистового стана 5000 магнитогорского металлургического комбината. Чем заслужил такое уважение прокатный агрегат ММК в материале Татьяны Зайцевой. Директор семеноводческой компании «СЭМК» Юрий Алексеев побывал в Магнитогорске в конце февраля нынешнего года. В наш город его пригласил журналист телекомпании «ТВИН», автор и ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников, который также занимается селекционной работой. Понимая, как важно творческому человеку время от времени получать новые впечатления, Александр Иванович пригласил коллегу в самое сердце Магнитогорска, на металлургический комбинат. Экскурсия не оставила ученого равнодушным, а стан 5000 настолько впечатлил Юрия Алексеева, что прямо в цехе он пообещал создать гибрид овоща и назвать его в честь этого прокатного агрегата. Недолго пришлось ждать магнитогорцам. Вот он, красавец гибрид томата стан 5000. Посмотрите, какой крупный, посмотрите, какой глянцевый, какой аппетитный. Давайте сделаем его срез. Ага, по идее это должен быть биф томат. А, действительно, посмотрите, какая прелесть! Одно мясо, практически отсутствуют семена. Великолепный аромат. И загадываем желание. Я впервые пробую томат стан 5000. Изумительный вкус. Создавая гибрид томата, Юрий Алексеев надеялся, что, вкушая эти помидоры, магнитогорцы непременно почувствуют, что их автор был на стане 5000 и восхищался раскаленными металлическими заготовками. Гибрид стан 5000 примечателен не только вдающимся размерам и прекрасным вкусом. Он еще и замечательно хранится. Более подробно о томате стан 5000 вы узнаете в следующем выпуске программы «Зеленый остров». В минувшее воскресенье отмечался День Святых Петра и Февронии. А накануне этой даты, в пятницу, на базе отдыха Лукоморья, в честь Дня Семьи, Любви и Верности, состоялся праздник для горожан. Организован он был по традиции профсоюзным комитетом Магнитогорского металлургического комбината и получился невероятно ярким и позитивным. Омрачить настроение горожан не смог даже проливной дождь. В этом убедилась и Евгения Солохудинова. Задорно, красиво, масштабно День Семьи, Любви и Верности вот уже четвертый год подряд проводится на Лукоморье. И проводится с размахом. В нем принимают участие сотни горожан. Люди приходят с семьями, как и требует контекст праздника, и веселятся от души. Мы узнали, что сегодня праздник будет, День Семьи, и пришли. Мы решили выбраться, погулять, так сказать. Как раз солнышко вышло. Дети всегда просят праздника, всегда. Он говорит, мама, когда будет праздник, я хочу праздник. Более десяти тематических площадок для магнитогорцев в этот день работали мастера аквагрима. Несколько стендов было посвящено рукоделию, головоломкам. Можно было сыграть даже в чайные шашки. Апогеем праздника, конечно же, стала пенная дискотека. И тут уже испортить прическу или намочить наряд не боялся никто. Ни дети, ни взрослые. Чуть поодаль хороводы, да не простые, а традиционные, народные, а также игры и забавы молодецкие. Только успевай повторять. Символом праздника считается ромашка. Именно этот цветок девушки издавна используют для гадания. Любят, не любят. А еще считается, если ромашки посадить у дома, то семья будет крепкой. Так это или не так, доподлинно неизвестно. Но ромашки в этот день были повсюду. Их закалывали волосы, рисовали на лицах, мастерили своими руками. Белые лепестки, как символ чистоты отношений. Мне очень нравится. Главное, что дети счастливы. Есть чем заняться, есть что посмотреть. Очень много развлечений. Настроение прекрасное, замечательное. Считаю, удачный день. Погода абсолютно божественная. Даже тучей стороной обходит этот светлый праздник. Хорошая погода долго держалась. Но после небо все же разразилось раскатами грома и проливным дождем. Ливень напугал не всех. На танцполе продолжали оставаться люди. Да и как иначе? Ведь как раз настало время для концертной программы. Той самой, когда на сцене только звезды. Добрый вечер, Магнитка. Дождь не напугал нас. Все самые стойкие остались. Мы сегодня отмечаем небольшой юбилей. Ведь этот праздник, про который сейчас ранее нам сказали, десятый по счету, в 2008 году начали активно отмечать этот праздник. Хотелось бы пожелать вам семейного счастья, теплоты, добра. Любите друг друга, будьте любимы. С праздником, магнитогорцы! Спасибо вам всем, что пришли! Еще одна хорошая традиция на День любви и верности – приглашение на праздник звездных дуэтов в семейных парках. В этот раз в магнитогорск приехала группа «Божья коровка». Коллектив в городе Металлургов выступает второй раз, и второй раз их здесь встречают приветливо, но дождливо. Для нас День семьи – это символ, так сказать, семьи. Мы же тоже семья. Мы вместе работаем уже 18 лет. Все удивляются, как вам это не надоело, я говорю, а что нам нравится, наоборот, классно. Мне кажется, просто семейное благополучие зависит в основном от женщины, насколько сохранена и счастливая семья. Пусть у вас будет погода и в городе, и, как говорится, погода в доме пусть будет, да? А что остальное легко там уладить с помощью зонта? Через минуту зонт уже можно было отложить в сторону больше ни одной хмурой тучи на небе. Под хиты 90-х магнитогорцы ностальгировали с удовольствием. Для как не спеть про тот самый гранитный камушек в груди или про салон электроколесницы? Здравствуйте, друзья, товарищи, давайте в дом, а где нет враг? Разреши, сочи, ананас, на ледок не надо. Оставим жас, пусть вернете, вы снова будете в нас. Руки, 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 руки. Летние каникулы могут быть максимально полезными, если ваш ребенок проводит их в детском загородном центре горного ущелья. Основная цель второй смены, которая проходит под опекой первичной профсоюзной организации ПАО ММК, познакомить с основными профессиями комбината и нашего города, объяснить принципы работы правкома. Среди многих мероприятий важными являются мастер-классы представителей подразделений металлургического гиганта. Взрослые просто о сложном в сюжете Елены Ткач. Как лететь с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Своими вопросами дети умеют легко поставить взрослых в тупик. Именно поэтому к мастер-классу в горном ущелье представители вагонного цеха дочернего общества «Ремпуть» готовились долго и основательно. Их аудитория – маленькие дети, 7-9 лет. И очень важно, чтобы мастер-класс был подвижным и красочным. Подошли мы из конструктивной стороны, вагоны будем разбирать, и на логику будут вопросы. То есть детям понравится, мы думаем, мы заинтересуем. Конечно же, вагоны разбирали нарисованные, а также локомотивы, тепловозы бежали, конструировали, создавали необычные конструкции и, главное, громко болели за свои команды. Рассказ о профессии слесаря по ремонту подвижного состава получился более чем полным. Мы хотели показать, насколько она интересна, насколько она может заинтересовать наших детишек, насколько она проста, достаточно, настолько же она и сложна. Говорить просто о сложном – это по-настоящему трудно, но у творческой команды «Ремпуть» все получилось. Еще один мастер-класс, и тут уже другая аудитория. Девочки 13-14 лет и разговор в ином ключе. Не шоу, не представление, а разговор по душам. В гостях у старшей дружины загородного лагеря «Горное ущелье» телекомпания «ТВН», в частности, старший оператор Вячеслав Гусик. Человек, который умеет события показывать. Но здесь у него получился настоящий диалог. Что сложно, что интересно в профессии оператора, как выбрали специальность, какие качества необходимы. О жизни, о телевидении и о многом другом. Сегодня нам рассказали очень много о работе оператора, интересные истории из жизни, сами процессы съемки, процессы того, как снимается шоу, и то, что нам показывают по телевизору. Наш первый корпус у нас как раз тема «ТВИН», и нам было, мне кажется, никому из нашего лагеря интересно, потому что то, что нам рассказывали, это было то, что мы не узнаем больше нигде, кроме как на таких мастер-классах. Пройден только экватор профсоюзной смены, и впереди еще отдых, солнце и новые знания. Елена Ткач, Вячеслав Гусик, Влад Нарит, телекомпания «ТВИН». Проект «Народный контроль», инициированный партией «Единая Россия», продолжает свои проверки. На сей раз под прицел активных общественников попали детские загородные лагеря. Причиной пристального внимания стала волна недовольства, которая прокатилась по нашей стране. Что обнаружил «Народный контроль» в детском оздоровительном комплексе «Уральские зори», выясняла Елена Тимофеева. Представители «Народного контроля» только вышли из машины, а уже закидывают руководство оздоровительного комплекса вопросами. Огорожена ли территория, сколько камер наружного видеонаблюдения и проведена ли в лагере противоклещевая обработка. Первая клещевая обработка здесь была проведена в апреле, вторая клещевая обработка была проведена в мае, конкретно 14 мая, третья клещевая обработка была проведена 23 июня. Визит «Народного контроля» в «Уральские зори» не случайен. По России прокатилась волна недовольства некоторыми лагерями. И в эти дни активные общественники по всей стране проверяют детские загородные базы отдыха. Вам здесь нравится? Да! Настроение у вас какое? Хорошо! А вам корма здесь нравится? Да! Условия проживания детей народный контроль устраивают. Немного тесновато, но это с точки зрения взрослого. В медицинском корпусе есть все необходимое. И для оказания первой помощи, и для лечения, без отправки домой на случай болезни. Круглосуточно дежурят машины скорой помощи. Ревизорам из народного контроля в их желании осмотреть весь лагерь никто не препятствует. Проверки руководство Уральских Зарей не пугают. Роспотребнадзор, МЧС, Министерство образования. Нас проверяют все надзорные органы. Приезжают по плану, который утвержден уже на лето. В общем, проверок немало, потому что это касается детей, детского отдыха. В Уральских Зарях сейчас отдыхают 650 детей, их возраст от 7 до 17 лет. Народный контроль интересует, не скучно ли им в лагере. В ответ ревизорам показывают многообразие игровых площадок и гордость Уральских Зарей новейший досуговый центр, калейдоскоп. Каждый вечер здесь проходят мероприятия. Сейчас все отряды готовятся к битве хоров. Еще одна гордость Уральских Зарей – площадка для воркаута и футбольное поле. Их открыли буквально на днях. Не каждая база отдыха может похвастаться подобной инфраструктурой, делают заключение представители народного контроля. У нас есть форма мониторинга по шкале от 1 до 10. Вот сейчас мы прошлись по всем объектам, там спортивные, культурно-массовые посмотрели объекты, футбольное поле посмотрели. В принципе, пообщались с детьми и все оценки у нас по 10-балльной шкале на 10 идут. То есть все очень хорошо. В заключение ревизоры осматривают столовую. Сейчас здесь как раз накрывают обед. Народный контроль неуполномочен брать пробы приготовленной еды. Но в состоянии оценить сервировку столов, многообразие блюд, а также ароматы, которые тут же вызывают аппетит. Отчет о поездке с высокими оценками уральских залей будет отправлен в областное отделение народного контроля. Елена Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Другим темам. Диплом лауреата губернаторской премии, врученный ко дню медика, далеко не единственная награда, которой за десятилетия работы была удостоена заведующая кардиологической поликлиникой главный кардиолог города Ирина Вавилова. В этом году исполняется 20 лет, как Ирина Михайловна связала свою жизнь с одной из сложнейших областей медицины. И как настоящий врач, радуясь грамотам, дипломам, сертификатам и премиям, главной наградой за свой труд она считает благодарность пациентов. Только из них можно было бы составить многотомное издание. Игорь Гурианов продолжит. Такое смелое обобщение нам позволяет сделать всего один факт. Сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в статистике ухода в мир иной. Дальше все просто. Чем больше больных, тем больше спасенных. Вот они сидят спокойно, потому что нервничать нельзя в уютном холле поликлиники. Вряд ли задумываясь о том, что здесь, в тишине кабинетов, под едва слышный стрекот принтеров, происходит ежечасное такое обыденное чудо, спасают человеческие жизни, дарят людям и надежду, и возможность подольше любоваться зеленью листвы и синевое небо. Тонометр на столе и белоснежная ширма за спиной не оставляют сомнений. Ирина Михайловна, невзирая на высокие медицинско-бюрократические посты, продолжает практиковать. К этой стороне ее жизни мы еще вернемся. Сейчас о том, как все начиналось для нее в медицине с раннего детства. У меня отец был хирург, главный врач участковой больницы в Башкирии. И где-то в 40 лет он стал уже отличником здравоохранения Российской Федерации. И поэтому я, будучи еще ребенком, поскольку родители были трудогулики, пропадала в ординаторской. Медсестры кормили меня витаминами. И поэтому вот так вот с детства остались и впечатления, остались воспоминания, остались и желания стать врачом. Потом был Уфимский мединститут и красный диплом. Что такое красный диплом в медицинском вузе, где и на тройке учиться долго и сложно, знают только сами медики. Свет учения не канул в тьму праздностей. Ирина выбирает сложнейшую специализацию – кардиологию, интернатура, ординатура с 1998 года. Вот уже 20 лет как практикующий кардиолог. В 2012-м заведующий отделением на Октябрьской. Стартовала реформа здравоохранения. И уже тогда они вместе с Мариной Шеметовой, главным врачом медсанчасти, начали обсуждать идею создания совершенно новой, не только в смысле помещения, кардиополиклиники. Где все было бы продумано до мелочей. Как расставлены стулья и в какой цветовой гамме исполнять холлы. Тогда я пришла к Марине Викторовне, к нашему главному врачу Шеметовой, и спросила, а мы вообще нужны? Я никогда не забуду ее слова. Она сказала, а вы наш мозговой центр, вы, конечно, нам нужны. Но это вселило веру, это вселило надежду. Сказать, что кардиополиклиника на Ленина 135 целиком и полностью удела рук двух пассионарных женщин, значит погрешить против истины. Такие проекты в одиночку не реализуются. Территориальный фонд с администрацией города, металлургический комбинат. Здравая идея получила адекватный отклик и у тех, кто принимает стратегические решения. В 2014 году на День металлурга губернатор области Борис Дубровский в числе социальных объектов посещает и кардиополиклинику. Ирина Михайловна рассказывает, что служба протокола велела подготовить пару кабинетов. Борис Александрович осмотрел все, в том числе и вот это помещение. Сейчас комната психологической разгрузки дневного стационара поликлиники пуста. Грех не воспользоваться случаем. И с особым трепетом спешу сообщить вам, уважаемые телезрители, что мою кардиограмму будет читать сам главный кардиолог города. И пока корреспонденты обклеивают датчиками немного статистики. Такую процедуру или схожую здесь проводят около ста раз за день. Такова пропускная способность поликлиники. В прошлом году врачи обслужили пардон спасли жизни 17 тысячам пациентов. К чему такой пафос? Все опять очень просто. За первый год после острого инфаркта миокарда умирает до 30% пациентов. Вовремя распознанный инфаркт уже не так страшен. Благодарность врачу, свои книги, кто-то иконы. Третье искренне спасибо. Сразу там поднимаешь трубку, звонишь хирургам, говоришь, что срочно надо взять. И они срочно берут. И потом, и очень часто, и много среди них молодых. И потом они приходят абсолютно другими. Конечно, очень такой длинный период реабилитации, он 90 дней после хирургических операций. Но, как правило, они восстанавливаются. И приходят, иногда их не узнаешь. Они приходят другие, они приходят оптимистичные, вернувшиеся к своей нормальной полноценной жизни. И это очень радует. Это дорогого стоит. Мы не просили Ирину Михайловну выключить телефон на время интервью. Возможно, на том конце провода помогите доктор. Мы не ошиблись. Телефон трезвонил все полчаса. Вдруг мы, останавливая запись, хотя бы так мелко, но помогли кому-то дозвониться до врача, дарующего надежду. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков. Телекомпания ТВИН. 22 семьи в Магнитогорске с начала года воспользовались правом расходовать материнский капитал ежемесячно. Родители получают чуть больше 10 тысяч рублей на нужды ребенка. В городском отделении Пенсионного фонда России поздравили с Днем семьи, любви и верности тех, кто уже полгода пользуется новыми условиями. Семья Журавлевых в полном составе. В конце января этого года у Анны и Константина появился второй ребенок – сын Иван. А вместе с ним и право на использование материнского капитала на новых условиях. Ежемесячные выплаты с рождения ребенка и до полутора лет. Мы воспользовались, провели уже курс массажа на эти финансы. То, что остается у нас пока лежит, мы не тратим, потому что это же деньги на детей. Также мы распределили вторую часть остатка, мы расширили жилье. Получать ежемесячные выплаты могут только семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года. И еще одно важное условие – доход семьи не должен превышать полтора прожиточного минимума. А это не больше 15 тысяч рублей. С января 2018 года по настоящее время 22 человека, владелица семейного материнского капитала, обратились за ежемесячной выплатой средств в размере 10 221 рубль. С начала этого года семьи также могут использовать материнский капитал и на дошкольное образование ребенка, включая услуги детсадов и частных нянь, не дожидаясь трех лет. Имеющая на руках государственный сертификат на материнский и семейный капитал, имеет право подать заявление на оказание платных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении. Законодательство не запрещает воспользоваться этой суммой частями и на каждого из детей, а не на одного. Также государство разрешает единоразово выплатить всю сумму за обучение в высшем учебном заведении или оплачивать ее частями за каждый семестр. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfizin.ru. Впереди вас ждут коммерческие информации, а также прогноз погоды на 10 июля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным Бюро погоды, 10 июля в городе ожидается переменная облачность без осадков, дымка. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный 1,6 метров в секунду. Отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 16 градусов, днем 27-26 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...